Годовщина одесской трагедии. В результате столкновений 2 мая 2014 года здесь погибли 48 человек и еще около 200 были травмированы. В память о погибших кто-то запустил в небо воздушные шары, кто-то прошел маршем по центру города. Во время шествия полиция задержала мужчину с подозрительной сумкой. При досмотре правоохранители обнаружили предмет, похожий на гранату. Удалось ли избежать противостояний, узнаем от Андрея Анастасова. С самого утра по всей Одессе повышенные меры безопасности. В кварталах, где в 2014-м произошли массовые беспорядки, перекрыто движение транспорта, а людей туда пускают через рамки металлодетекторов. Отношения к событиям четырехлетней давности у одесситов разные. Одни считают, трагедии можно было избежать и сегодня скорбят по погибшим. Я без политики говорю, мне просто жаль за своих земляков, за своих отечественников. И хочу с гордостью души за них положить скромненькие цветочки. Пойду еще в церковь свечку поставлю и буду молиться за мир и счастье в этой стране. Другие, в частности представители националистических организаций утверждают, жертвы были оправданы. Дескать, не произошло бы тогда столкновений, Одесса могла бы стать еще одной горячей точкой. Мал бы быть сценарий, такой, как и в Донецке, и в Луганске. И весь певдень Украины был бы захоплен, и украинские патриоты стояли в месте, и в месте сам певдень Украины. Вечером по центральным улицам города прошло шествие. Его назвали «Маршем украинского порядка». А днем сотни людей пришли на Куликово поле возле Дома профсоюзов, где произошел пожар. Священник отслужил панихиду. Собравшиеся выпустили в небо белых голубей и воздушные шары в память о погибших. Правда, не обошлось без конфликтов. До сих пор власти так и не ответили на главный вопрос. Был ли организатор у этой трагедии, и если был, то почему не привлечен к ответственности? Расследование то переносят в Киев, то возвращают в Одессу, то назначают новые экспертизы. И так бесконечно. А ее никогда не расследуют, я уверена в этом. Потому что они сами это и сделали. Документы уничтожены, те, которые остались, скрываются. Наверное, есть что скрывать. 2 мая 2014 года беспорядки разгорелись перед началом футбольного матча между харьковским металлистом и местным черноморцем. В центре города столкнулись две противоборствующие стороны. И те, и другие были вооружены. Тогда пролилась первая кровь. После этого толпа двинулась на Куликово поле, где размещался палаточный городок противников. Милиция, и это очень важно, даже не пыталась остановить разъяренных людей. Лагерь был разгромлен, его обитатели укрылись в доме профсоюзов и забаррикадировались внутри. Противоборствующие стороны стали забрасывать друг друга коктейлями Молотова. Здание загорелось, пожарные долго не приезжали. В итоге 48 человек погибли. Около 200 получили ранения. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.